добрый день дорогие друзья это видео необычное для моего канала но я не могу его не сделать потому что считаю важным предупредить итак на мой канал позицию спам попала вот такой от александра б давайте проверим кто такой александр б видим это пустая страница то есть это спам разносятся таким образом сделано много левых страниц ботов и так александр б голосуем за восстановление ссср здесь то есть они разбрасывают вот эти спамят по всем каналам разбрасывают вот эти ссылки что это за ссылка восстановить ссср 7619 людей 20 21 уже подписались цель 10 тысяч подписал петицию и создал эту петицию дмитрий крайнов дмитрий крайнов это человек который активно сотрудничает с нот федоровым а нот федорова знаем это провокаторы которые нужно создавать собрать подписи с людей для того чтобы узаконить коммерческую фирму rf как мы знаем который не является государством а только имитирует государством и вот он пишет советский союз юридически до сих пор существует конституции ссср действует действует закон ссср частности тля-ля-ля-ля-ля и так далее мы граждане с ссср требуем от властей рф обеспечить работу паспортной системы ссср провести выборы в органы власть от властей рф вот кому он обращается как власти рф то есть как может магазин или директор магазина директор коммерческой фирмы как может обеспечить паспортные системы ссср если они наоборот заинтересованы в том чтобы это все не работало было скрыто чтобы они как можно дольше существовали вот в этой системе и грабили население советского союза советских людей вот кому он обращается уже здесь заложены люди прежде чем что-то подписывать сегодня тысячу раз подумайте да это это на это все клюют потому что они знают что люди хотят восстановить советский союз провести выборы в органы власти ссср на территории рф нету территории рф на какую территорию рф он говорит этот крайнов он провокатор территории рф почитайте в конституции рф где находится территории рф это морское дно значит провести выборы в органы власти ссср на территории рф на территории морского дна получается так и и уже 7638 людей подписались сейчас очень осторожно надо со своими подписями я тоже свое время поверила нот я поверила федорову потому что так все было красиво так все было хорошо но сейчас ситуация изменилась все тайное становится ясно мы узнаем на кого работает нот федорова он работает не на создании советского союза она закрепление юридические фирмы рф под государство вот надо что работает нот федоровый он сам признавался в роликах что он является коллаборационистом и что государственная дума это тоже его слова это не секрет есть ролики что государственная дума это театр клоуны которые просто имитируют роль государственной думы вот и все на сегодня все думайте 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 и очень внимательно относитесь к вот этим вот призывам восстановить ссср сейчас очень много лжепатриотов развелось потому что они поняли что народ хочет вернуть советский союз им нужно как угодно им нужно сделать так чтобы всю эту волю народа направить в нужную им направлении закабаление население опять очереднуть в очередной раз обмануть нас всех вот он этот один из провокаторов дмитрий крайнов полагаю так провокация его состоит в том что вот это мы граждане он говорит про мы граждане с ссср он от лица всех граждан нет крайнов ты говори только за себя требуем от властей рф вот это есть ложь самое главное нельзя ничего требовать гражданам ссср от властей коммерческой фирмы от властей допустим ашана потребуйте от власти от директора ашана обеспечить работу паспортной системы ссср директор ашана провести выборы в органы власти ссср на территории ашана это тоже самое да еще я в этом тексте говорю с ссср могу говорить ссср так что поправлять не надо комментарии пишите по сути пишите что вы думаете по этому поводу можно ли требовать провести выборы в органы власти ссср на территории рф которая не является государством является коммерческой фирмой которая зарегистрирована на международном сайте юпик великобритания все остальные органы зарегистрированы также сша нидерландах на каких-то островах где угодно кроме территории ссср значит если бы крайнов был не провокатор он бы здесь написал так провести выборы в органы власти ссср на территории ссср временно оккупированной рф вот тогда бы это было правильно требуем от оккупационных властей рф вот если бы он сюда вставил оккупационных властей рф потому что это оккупация потому что подмена понятий подмена юрисдикции подмена строя произошла мы за это не голосовали нигде ни в какое время сейчас это полностью известно об этом кто только не говорит это уже и в этой думе говорят об этом и жириновский об этом говорит это не секрет так чего тогда пишет крайнов на кого это рассчитано думайте люди думайте вот здесь вот не надо спешить вот с этими петициями здесь надо очень осторожно разобраться во всех тонкостях не спешите иначе они затянут в очередные сети своими вашими же руками своими собственными руками будьте бдительны граждане советского союза так обращаю ваше внимание вот заканчиваю ролик и за это время вот еще сколько людей подписалось еще 18 человек подписалось забыла вот по этой ссылке пройти дмитрий кранова создал петицию адресованный президент рф и еще пяти адресатом то кому он еще там обращается значит президент рф государственной думы рф про которую федоров сказал что это клоунада совет федерации рф конституционный суд рф верховный суд это вот если что за 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 такое представляете вот кому он обращается еще раз еще раз прежде чем подумайте потому что вот вот так вот можно подставить всю страну все население вот например я под этим не подписываюсь я запрещаю крайнову и кому-либо говорить от моего имени граждан ссср вот таким образом всех благ